Благослови, Владыко, Благовестителя, Святаго, Апостола, Евангелиста, Луки! Бог молитвами Святагославного и Всехвального Апостола и Евангелиста, Луки, додаст тебе глагол, благовествующему силою многою, твое исполнение Евангелия, возлюбленного Сына Своего, Господа нашего, Иисуса Христа! Премудрость прости, услышим, Святаго Евангелия, мир всем! От Луки, Святаго Евангелия, чтение! Воссияй в сердцах наших, человека, любче, Владыка, Твоего богоразумия, нетленный свет, и мысленные очи наши отверзи в евангельских Твоих проповеданий и разумения. Вложи в нас и страх блаженных Твоих заповедей, до плотские похоти вся поправшую духовное жительство пройдем, всяко благоугождению Твоему и мудрствующе и деюще, Ты будешь и освящение наших душ и тел, Христе Тебе славу воссылаем с Отцем и Святым Духом. Во веки веков аминь. Вон мне! Гречи Господь, притчу сию, Человеку некоему богату, габзися нива, И мыслиши в себе глаголя, Что сотворю, як они имам, где собрать и плодов моих, И рече все сотворю, Разорю житницы моя, и большее созижду, И соберут ту вся жита моя, и благая моя, И реку души моей, душе, И мыши много, благо лежащая нам, Лета много, почивай, яш, тьпи, веселися, Рече же ему Бог безумне, Всю ночь душу Твою стяжут от Тебе, А я жуготов лыси, кому будут, Так особирай себе, А не в Бога богатеньям. Мирте благовествующему! Мирте благовествующему! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 12 глава Евангелия от Луки. Тут две-три идеи. Богатство – частая тема в Слове Божьем. Это касается не только имеющих его, Но и хотящих его, А таких большинство на свете. Поэтому тема актуальная для бедняка тоже. Лесть богатство душит семя и не дает плода. Богатство – внезапное увеличение его, Проблемы, связанные с этим. Внезапная смерть, угроза внезапной смерти – Это касается каждого человека. В нашей классике русско есть хорошее выражение о том, Что человек смертен, и смертен внезапно. Угроза, мы сейчас это напомним вам, Потому что это все нас касается. И потом, как вывод, окончание этого кратчайшего текста, Это некое слово о том, что надо богатеть в Бога. И этого не было у человека, он называется безумным. В общем, это то, что предлагает нам сегодня Евангелие. Не думайте, что оно касается только богачей, У которых у Габзи Сенива, Которым, так сказать, еще там где-то Бог послал кусочек сыра. То есть это, ну, по-нашему, этот человек имел большие поля, Очевидно, что-то еще такое. Ну, представьте, владелец агрохолдинга, по-нашему говоря. Как еще перевести? У него урожай богатый. Возникают у него проблемы технического характера. Где собрать свой урожай? Скажу вам, возлюбленные, что у богатства есть свои проблемы. И это нужно знать всем, Особенно тем, кто не имеет богатства, но хочет его. Ты не знаешь, какие проблемы ты получишь, если вдруг разбогатеешь. Человек обязан знать, какие страхи, проблемы и богатства Несет с собой избыток материальных благ. Есть статистика печальная, Говорящая о том, что большинство людей не способны управлять богатством. Оно их раздавливает и превращает в чудовище. Если человек, например, сорвет джекпот, Знаете, такое есть выражение, В лотерею выиграет. Выиграет в лотерею, например, миллиард рублей. То, согласно статистике, Больше 90% людей, попавших в такую счастливую, якобы, ситуацию, Это люди, которые через год станут беднее, Чем были в тот день, когда они выиграли в лотерею. Потому что они не могут управлять тем, что на них свалилось. Это отдельное искусство, умение думать о том, что у тебя есть, Умение пользоваться этим. Поэтому действительно у богача были проблемы. У него, у Габзиса Нива, у него увеличилось то, что есть. Ну, Христос как бы как детям это объясняет в простых словах. Говорит, что буду делать, куда это все девать. Потом, о, вот знаю, что делать. Ну, как в детском садике, как бы нам Христос объясняет. Идея гениальная. Разрушу старые амбары, построю новые и соберу там вся жита моя. Ну, слышите, каким детским языком это все говорится. Потому что мы иначе не понимаем. Сложные речи, в общем-то, и не нужны. Все сводится большое к простому и к элементарному. Значит, он решил себе там сделать, как-то оптимизировать свои увеличившиеся доходы. А главное в том, что дело не в этом, не в богатстве. Там зла нет. Дело в том, что он потом сказал. Он говорит, вот я когда это все сделаю, он говорит, тогда я скажу себе, душа ешь, перевеселись, и маши много богатства на лето много. Значит, человек, тут возникает фактор внезапной смерти. Это единственная вообще грознейшая вещь, которая всех касается. Ну, можно услышать и слова слухом уха. Ну, страх смерти, там внезапная смерть. А можно услышать это как-то глубже. И это страшная вещь. Потому что мы Богу душу должны. И когда он взыщет от нас эту душу на проверку, так сказать, на испытание, мы этого не знаем. Поэтому весть о внезапной смерти должна быть грозной для каждого человека. И для бедного, и для богатого. Помните эту классическую историю про старика, который никогда досыта не ел? И однажды среди холодной зимы нес на себе вязанку дров. И умаялся, и положил ее, значит, и присел на нее, и охал сам собой, и говорил, что за жизнь? Я никогда не ел досыта. И всю жизнь в трудах. И никогда не спал на мягком. И жизнь моя как бы как рабочая скотина, короче, живу, да, всю жизнь. Ну, пришла бы смерть, что ли, ну, разве можно жить так? Я уже старик, не имею покоя. И она пришла. Говорит, ты звал меня? Пришла вот в каком-то виде, может быть, в том, в котором мы ее рисуем, с косой. Короче, она пришла, и он сказал, он говорит, помоги мне дрова донести. Как бы худо не жил человек, а грозный приход смерти для человека очень горек. Особенно внезапная смерть, это вообще кошмар. Вот мы сегодня в эти дни празднуем 200-летие со дня рождения Федора Михайловича. Это человек с пророческим даром и с словом Христовым по силе действия. Вот Христос через него многое сказал. У него есть такое же выражение такое, что если человеку будет вариант, значит, умереть или жить, но жить на маленьком клочке земли, так, чтобы к концу ног уже обрывалась пропасть, так вот прижавшись к стенке вот так вот, вот над пропастью жить вот так вот, как Прометей прикованный. Говорит, или умирать, или вот так вот жить. Говорит, вот так вот жить буду. Буду вот так вот жить, потому что желание жизни в человеке имеет страшную силу. И вдруг эту жизнь Господь забирает, пресекает его еще и внезапно. Когда Достоевский-то написал, он сказал такие слова, ну не подлец ли после этого человек? Говорит, подлец, но подлец и тот, кто его за это подлецом называет, потому что в нас вложен дар жизни, мы хотим вечно жить, а не временно. Поэтому действительно человеку надо со своей жизнью это и распорядиться, она у него одна и бесценная. И этому человеку говорится безумный, ну куда ты, как бы, значит, тратишь свои усилия? Слушай, ну не туда. В душу, в ночь всю душу твою заберут от тебя. А то, что ты собрал, кому будет? Вот. Должен нам сказать, что это рефреновый голос всего Ветхого Завета. Ну что праведники Старого Завета, Соломон, например, говорил, всю жизнь человек собирал, копил и ел в потьмах, а потом умрет и не знает, кому это достанется. Это печаль и великая суета. И из Еремии только что я читал о том, что перепелка там или кукушка садится на чужие яйца, а человек злой приобретает то, что ему не принадлежит, а потом вынужден будет все это оставить и с горечью сойти в преисподнюю, и так далее, и так далее. Это общее место у всех морализаторов Ветхого Завета. А безумным, кстати, называется человек, который не верит в Бога. Это главный признак безумия. По этому признаку у нас в психбольницу не кладут, но по-настоящему безумный человек – это тот, который, говорит, Бога нет. Об этом говорит святой Давид. Речи безумные в сердце своем. Не есть Бог. Нет Бога. Таких сумасшедших помер уходит, пруд пруди, они настоящие сумасшедшие, причем опасные сумасшедшие. Когда человек в сердце говорит, Бога нет, вообще трудно представить, что ему в следующий момент в голову взбредет. У него нет никаких тормозов и ограничителей. И вот этому человеку тоже сказано, что он безумный. А за что? А за то, что он начал заниматься своими вот этими ощутимыми вещами без всякой памяти о Господе. И вот, собственно, и мораль всей притчи. Так будет с каждым, кто не в Бога богатеет. Значит, остается открытым вопрос. А как это в Бога богатеть? То есть нужно богатеть в Бога, но не говорится как. В Писании много таких мест есть. Но подумать, чтобы... А подумайте как это? Почему Христос притчами вообще говорит? Чтобы все слышали, но не все поняли. Чтобы каждый знал тело притчи, но не каждый понял суть притчи. Поэтому надо понять, как это в Бога богатеть. Как управить свои таланты на умножение Божьей славы и на спасение собственной души. Если хотите, это вопрос ко всем. Открой мне, Господи, мои таланты и способности, чтобы я потрудился ради Тебя и ради ближних полезно, и не прожил жизнь даром, и не умер внезапно, как уже ненужный, как бесполезный. Чтобы не был вырван рукою смерти из жизни во время ночного сна, как ненужный некто уже, отработавший свое. Чтобы такого не было. Сохрани Бог, чтобы здесь никто так не умер. Умирать нужно по-другому. Мы знаем, как нужно умирать. Мы сегодня будем говорить, христианские кончины живота нашего, безболезненной, непостыдной, мирной и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Вот так надо умереть человек. А умирают люди по-разному. Во всяких случаях и в разном состоянии души. Значит, нужно, братья и сестры, в Бога богатеть. Закончим тем, что мы тоже немножко богачи. Если вы пользуетесь отменным здоровьем, вы богатый человек. Если у вас в сердце есть храбрость, вы богатый человек. Если у вас достаточно образования, так что вы выделялись на общем фоне, как светлая голова, вы подлинный богач. Если вы прожили много лет на свете, то благодаря уже накопленному опыту, вы, конечно, богаче молодого человека. У юноши много дерзаний, но еще мало опыта, а у вас уже опыт есть, и дерзания ваши могут быть гораздо правильнее. Если у вас есть хорошая семья, любимые дети, старшие поколения, любимые вами и вы любимы ими, то вы настоящий крест. Вы богаты, как никто, потому что это очень редкая вещь в мире. И если вы прокалькулируете, прошифруете, просканируете свои дары, свои богатства, свои возможности, вы вдруг поймете, что нам нельзя роптать. Мы должны благодарить, но кроме этого мы должны обращать то, что мы имеем, ему и ближним. Ближним и ему. Так, чтобы все, что он нам дал, послужило к умножению Божьей славы, к распространению Божьей благодати по миру и к согреванию сердца конкретного рядом стоящего ближнего. Вот вам короткая притча с бездонным смыслом. Короткая притча с бездонным смыслом. Богатый не был плох, как тот богач, который в аду оказался и лазаря видел. И тот был неплох, просто он не подумал о том, что нужно бедного помыть и накормить. Этот тоже был такой же. И ему сказано, что он безумец, он про Бога забыл. А нам всем нужно в Бога богатеть. И эта задача на подумать. Здесь готового ответа нету. Но вот продолжая молиться на литургии, может быть, вы и будете спрашивать, а как мне, Господи, прожить жизнь правильно, чтобы не быть бесполезным, и чтобы разбогатеть в Тебе богатством истинным, и чтобы потом вселиться в настоящее царство, в настоящий рай. Вот будет богатство, когда человек вселяется в настоящее, непоколебимое, светлое и безгрешное царство. Вот тогда там будем богачами. Там сегодня богач Николай Чудотворец, там сегодня богачка Варвара Великомученица, они уже настоящие богачи. Они разбогатели в Бога и вселились в царство. И нам нужно в Бога разбогатеть и вселиться в царство. Аминь.